День Анзак В этот день в двух странах проходят торжественные церемонии памяти и благодарности, посвященные всем мужчинам и женщинам, погибших в войнах. 25 апреля 1915 года войска Новой Зеландии и Австралии, именуемые Australian and New Zealand Army Corps, Сатус День Анзак высадились у полуострова Галлиполи с целью захватить правив Тар-Денеллы и освободить его от турских войск. Обе стороны понесли большие потери. В 1916 году впервые отметили День Анзак. С тех пор праздник перетерпел множество изменений. До 1920 года Сатус День Анзак оставался не весьма неопределенным, потому что День поименовления погибших в Сталдат не был установлен официально. Но с 1921 года, 25 апреля, был официально установлен выходной. Традиционно на расцвете этого дня приходит служба по погибшим. Федера на Второй мировой войне собираются у главного памятника города. В церемонии возложения цветов к ним присоединяются остальные жители города. А в Мельбурне в этот день проходит футбольный матч. Билеты на апрельский матч расходятся многовенно, а сама игра собирает до 100 тысяч зрителей ежегодно. Пассианное печенье, о котором я хочу вам рассказать, мое самое любимое из всех. Оно очень популярное в Австралии. И, наверное, каждая австралийская хозяйка его с легкостью готовит. У этого печенья есть своя история и необычность тем, что готовят его чаще на 25 апреля. Дело в том, что это печенье пекли армии и высылали. Оно долго хранится и в пересылке не пропадает. Субтитры создавал DimaTorzok